МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По оценке Международной организации труда, в 2017 году зарплаты россиян могут вырасти на 2-3%. И таким образом частично отыграют падение зарплат в позапрошлом и прошлым годах. Причем в перспективе последующих лет специалисты ожидают и больших темпов прироста зарплат россиян. 13 тысяч жителей края нашли постоянную работу при содействии службы занятости с начала этого года. Это на 1600 человек больше, чем в том же периоде прошлого года. В целом работодатели края заявили 41 тысячу вакансий. И это, опять же, больше, чем число вакансий в первом квартале 2016-го. По данным Красноярской таможни, почти треть всего импорта в Красноярский край за первый квартал приходится на мобильные телефоны. Затем идет ввоз глинозема и спутниковое оборудование. А вот в экспорте основная масса, 65%, приходится на алюминий. Далее следует экспорт леса и свинцового концентрата. Хорошие новости пришли от статистиков. Рост цен с начала года заметно замедлился. Многие за последний год-два на себе ощутили, что жизнь подорожала. На ту же самую тысячу рублей в магазине теперь можно купить меньше, чем, скажем, в 2015-м. Это, пожалуй, и есть основное проявление экономических кризисов, ощущаемое людьми. Но теперь ситуация выправляется. Уже по итогам 2016-го мы получили рекордно низкую инфляцию. Напомню, в России в целом было 5,4%, а в Красноярском крае 4,7%. Таких малых значений никогда не было в современной истории. И, конечно, было интересно, удастся ли удержать в узде рост цен и дальше. Напомню, официальный прогноз инфляции на этот 2017 год – 4%. Это такой целевой ориентир, обозначенный Минэкономразвития и Центробанком. И вот завершился первый квартал, что мы имеем помесячно. В январе цены выросли на 0,6%. В феврале на 0,2%. В марте вообще 0,1%. Образно говоря, этот паровоз останавливается. Ну а если смотреть второй столбик, это в годовом выражении, то есть январь к январю, февраль к февралю и март к марту прошлого года, то мы как раз приближаемся к тем самым целевым прогнозным 4%. Министр экономического развития Максим Орешкин, глядя вот на эти цифры, сказал, что на 4% мы выйдем даже не к концу года, а летом. Но это российские данные. Обратимся теперь к нашим краевым статистикам. Что у нас? За три месяца 2017 года, то есть март по отношению к декабрю 16-го, индекс цен сложился в размере 100,6%, что ниже аналогичного показателя за предыдущий год на 1,3% пункта. Такая тенденция характерна для всех субъектов Российской Федерации. И Красноярский край находится на средних позициях среди субъектов Сибирского федерального округа по значению индекса потребительских цен. То есть у нас в крае за три первых месяца этого года цены выросли всего на 0,6%. Наглядно видно, что происходит вот на этом вот графике. Верхняя кривая в данном случае – это история прошлого, 2016 года. А нижняя, короткая пока, черточка – это старт 2017. В прошлом году, к апрелю, мы имели уже почти 2% индекс потребительских цен на уровне 1,9%. Сейчас, за тот же период, 0,6%. В три раза меньше. Ну, конечно, еще всякое может случиться до конца года, неизвестно, как оно пойдет. Но все же пока этот график позволяет нам надеяться, что мы идем на очередной рекорд снижения инфляции. Теперь посмотрим, что является фактором снижения цен. Вообще, напомню, статистики считают инфляцию на основе цен на 498 важнейших товаров и услуг. И вот сначала о том, что подорожало с начала года. Это, в основном, овощная группа. Для нее характерна сезонность. Летом, благодаря свежим овощам, мы имеем падение цен на продовольствие, причем довольно провальные падения. А зимой, соответственно, цены на овощи растут. У них, так сказать, небольшая передышка перед очередным летним падением. Ну, и значимого отметим также удорожание бензина и жилищно-коммунальных услуг. Это еще не основное удорожание ЖКХ. Тарифы, как известно, теперь меняются летом. Но вот плата за капремонт повысилась с января. Это вот как раз ее влияние. И теперь о приятном. Что же все-таки подешевело и утянуло инфляцию вниз? Это, между прочим, сахар и крупы. Впервые в начале года они не подорожали, как обычно, а подешевели. И, кстати, вопреки сезонности подешевели еще и некоторые овощи и фрукты. Например, огурцы и цитрусовые. Видимо, сборы урожая где-то уже начались. Но все-таки главным образом на замедление инфляции повлияло удешевление услуг нижней графа. Как правило, наоборот, услуги зимой за счет транспортных услуг дешевеют. А летом за счет перемещения граждан вместо отдыха цены сезонно растут в летние периоды. И что касается банковских услуг, это тоже очень весомая услуга. Тут сезонность не наблюдается, тут зависит от другой ситуации, от экономической ситуации, как банки. Тарифные ставки снижают или повышают. Это сразу сказывается. Это весомая позиция. О том, что банковские ставки снижаются вслед за снижением ключевой ставки Центробанка, мы уже рассказывали. Так вот, оказывается, эти ставки, стоимость кредитов, имеют большое влияние и при расчете инфляции. Если дешевеют кредиты, то уменьшается и инфляция. Ну и второй крупный фактор – удешевление услуг зарубежного туризма. Тут тоже все просто. Рубль укрепился, доллары и евро стали доступнее, а значит, турпутевки подешевели. Вот мы и видим, что если в целом краевая инфляция, напомню, 0,6 по итогам квартала, то в разрезе групп продовольствие пока тянет цены вверх, но это тоже пока до ближайших урожаев. А услуги тянут инфляцию вниз. Но, к сожалению, это тоже пока до летнего повышения тарифов ЖКХ. Но все-таки, все-таки год мы начали медленно по инфляции. Это, пожалуй, тот случай, когда торопиться не надо. Пусть вот эта вот инфляция дальше остается на своем месте, топчется около нуля. Начинается сезон клещей. В марте в Красноярске зафиксирован первый случай укуса. И уже сейчас Роспотребнадзор публикует еженедельные сводки об укусах клеща в разных районах края. Ранняя весна – это и ранняя опасность. Поэтому сегодня присоединемся к страховкам от клеща. Посмотрим, что изменилось в условиях страховых полисов и на что обращать внимание при покупке страховки от клеща. Обезопаситься от укуса клеща можно либо прививкой, либо страховкой. Прививку от клещевого энцефалита ставят бесплатно школьникам. А вот остальным это обойдется примерно в тысячу рублей. Да и не все готовы лишний раз ставить себе инъекцию вакцины. Особенно если полису гулять приходится нечасто. Но и клещ коварен может напасть не только в лесу, но даже и в обжитой черте города. Поэтому риски есть для всех. И на этот случай можно воспользоваться страхованием. Выйдет в разы дешевле, чем прививка. Вот обзор цен на полисы страхования от клеща, составленный порталом «Финансист» в конце марта. Стоимость начинается от 200 с небольшим рублей. Детям обычно в полцены. По сравнению, например, с прошлым годом особых изменений не произошло. Полисы не подорожали. Однако если посмотреть на третий столбик, то видно, что многие компании кратно повысили сумму страхового покрытия. Теперь это миллион рублей. А те, кто еще не поднялся до миллиона, видимо, сделают это в ближайшее время, чтобы не терять конкурентных преимуществ. Качество и соответствие цены в нашем городе, к сожалению, растет. То есть медицинские услуги дорожают, исследования клеща дорожают, лабораторные исследования, госпитализация в стационаре. Тем более, если это какое-то тяжелое заболевание, то страховая сумма, та, которая была осталась в 16 рублей, ее не хватает. Впрочем, увеличение страховой суммы можно списать скорее на маркетинговый ход. В действительности редко кто из укушенных выбирает всю страховую сумму. Тест клеща стоит полторы тысячи рублей, анализ крови – 1200, иммуноглобулин – 900 рублей на каждые 10 килограммов веса человека, плюс амбулаторно-стационарное лечение и реабилитация. В общей сложности укус клеща обходится в 30-40 тысяч рублей. Это если только вам совсем не везет и клещи кусают вас постоянно, тогда да, миллион может пригодиться. Да и то, если страховая компания готова будет обслуживать вас по полной программе. Дело в том, что условия страховки, что именно входит в цену полиса, каждая страховая компания придумывает сама. Поэтому очень важно изучить весь так нелюбимый нами мелкий шрифт, чтобы понимать, что покупаешь. Мы на сегодняшний день рекомендуем всем нашим застрахованным, да и всем нашим клиентам потенциально, в первую очередь обращать внимание на наполняемость продукта. Это в первую очередь, что входит в программу. Это обязательно тест клеща, обязательно неоднократное введение иммуноглобулина, обязательно анализ крови, консультация специалиста, санаторное и болунаторное лечение. То есть это тот перечень, который должен быть обязательно в программе. И мы всегда рекомендуем всем нашим клиентам не покупать усеченные продукты. Низкая стоимость полиса должна наводить на подозрения. Изучайте условия такой страховки. Настоящие обоснованные скидки бывают только для детей и за коллективную покупку, когда вы, например, приводите семью или сослуживцев. Либо если дело происходит в отдаленной территории. У страховых компаний разная ценовая политика в отношении разных районов края. У нас же Красноярский край как бы такая обширная, обширная территория. Есть город Красноярск, где одна ценовая политика, чем это дальше, чем село, деревня, там другая ценовая политика. Сторону уменьшение, потому что там нет услуги, к сожалению, тестирования клеща на бросносительство. Она проводится только в четырех регионах Красноярского края. Это Минусинск, Ачинск и Лиссибирск. В крупных городах. Это тоже появилось только недавно. У нас в прошлом году мы заключили впервые эти договоры. Мы только проводили исследования только в Красноярске. Помимо этого, страховая компания может накинуть коэффициент определенным категориям работников. Например, лесникам или геологам. Но в любом случае речь идет про несколько сотен рублей. От 200 до 500 за полис, который может сэкономить вам 30-40 тысяч рублей в случае укуса клеща. А то и спасти жизнь. Добавлю, что за весь прошлый год к медикам с укусами клещей обратились 14754 жителя края. Конечно, если вы живете в основном в городе и дальше магазина не ходите, можно и сэкономить на страховке. В противном же случае задумайтесь. Если все-таки решитесь на покупку полиса, подсчитайте, что именно вы покупаете. Сколько укусов вам оплатят, куда отправят лечиться, и какие клиники вписаны, и вообще какие болезни, кроме энцефалита, есть ли там болезнь лайма, эрлихиоза, и достаточны ли запасы иммуноглобулина у выбранной вами страховой компании. Минфин России намерен разработать план по поэтапному переходу на безналичные расчеты. Начать хотят с дорогостоящих покупок. Правда, пока не озвучена конкретная сумма, свыше которой расчеты наличными станут невозможны. Готовы ли мы к этому? Я имею в виду технически. Вся ли инфраструктура для приема банковских карт у нас есть повсеместно? И готовы ли ментально наши граждане пользоваться только пластиком? По данным Красноярского отделения Центробанка, доля безналичных платежей при расчетах на территории нашего края едва превышает 10%. Жители городов, привыкшие к картам, наверняка удивятся. Но жители отдаленных территорий поймут, у них в ходу все еще наличные. И это вовсе не потому, что не развита инфраструктура, то есть сеть терминалов для расчета картами. Наоборот, технических возможностей сегодня даже больше, чем желание. Если мы говорим про Красноярский край, на сегодняшний день где-то процентов на 90 готовы к приему банковских карт. Более технически готовы. Что касается развития, то есть, скажем так, с какого процента у нас уходит по безналичному расчету и по наличному, то примерно на сегодняшний день эта цифра где-то 30 на 70. 30? Да, 30 процентов это у нас безналичные платежи, и 70 это... То есть у нас, скажем так, есть потенциал роста, есть с чем работать. То есть рассчитаться картой за покупки можно практически везде, но поступает так только треть населения. Большинство по-прежнему предпочитает пойти в банкоман, снять наличные с карты и потом нести эти наличные в те же магазины, где стоит терминал для приема карт. Лишняя трата времени, причем не только своего. Люди в очередях на кассах, которые пришли с наличными, задерживают очередь каждый секунд на 30, а человек с карты рассчитывается за 5 секунд. Скорость расчета – только первый очевидный довод в пользу безнала, второй не менее очевидный – безопасность. Если у меня деньги в кошельке, в кармане, есть большой риск того, что я могу этот кошелек потерять или мне могут его украсть. И, соответственно, в лучшем случае, если я потом найду кошелек, то это только кошелек, потому что денег, большой вероятностью, там уже не будет. Если произошел такой же случай с банковской картой, то любой держатель банковской карты, тут же обнаружив пропажу, может сообщить в контактный центр своего банка, эта карта будет оперативно заблокирована, и, соответственно, деньги все сохраняются на расчетном счете. То есть единственное, что я потеряю – это пластик. И еще один довод в пользу пластиковых расчетов – это бонусы. Сегодня у каждого банка есть программа лояльности, стимулирующая применение именно карт. Кто-то дает скидки, кто-то начисляет дополнительные бонусы при каждом расчете картой, кто-то ведет совместные с другими компаниями программы вроде накопления миль полета у определенных авиаперевозчиков. Поэтому безналичные расчеты в трех словах – это скорость, безопасность и экономия. Кстати, банкиры так радеют за развитие безнала ровно по тем же причинам. Для них это тоже скорость, безопасность и экономия при обслуживании своих клиентов. Исключается фактор наличных денег с необходимостью их хранения, инкассации, загрузки в банкоматы и так далее. Особенно, если речь про отдаленные территории, которых у нас в крае предостаточно. Понятно, что где-то еще возможны ситуации, когда человек готов расплатиться картой, но у кассира нет терминала. И вот в частности Сбербанк готов принимать сигналы от населения. Где еще есть вот такие вот белые пятна, чтобы потом связаться с владельцами этого магазина или этой фирмы и все-таки установить терминал для удобства покупателей. На этом у нас все. Следующий выпуск «Нашей экономики» ровно через неделю. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова